Здравствуйте, меня зовут Марина. Это очередной обзор покупок из магазина FixPrice. У нас привезли новые товары. Я, естественно, пошла посмотреть и кое-что прикупила. Решила включить сюда и продукты, не только какие-то интересные вещицы. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Но еще скажу, что у нас температура сейчас 28-29 градусов в Краснодарском крае. Очень тепло, солнечно, засушливо. Земля уже трещинами покрылась от того, что слишком засушливо. Ждем дождиков. Вот в ближайшие дни. А так тепло, радостно и готовься к холодам. Ну, теперь поехали про покупки. Так, первое, что купила, это гель для стирки автомат универсальный. Литровый, 5 в 1. И вообще пошла за PEMOS 1-3 литра, но у нас его не было. Поэтому прихватила вот литровый вот такой гель для стирки. Лично этот я не брала, но отзывы неплохие. Он, конечно, не ядреный. PEMOS посильнее стирает. Ну, за 50 рублей вполне адекватная цена для этого геля. Гель предназначен для стирки белья и одежды, других изделий из натуральных, синтетических тканей. Они устраняют неприятный запах, отстирывают различные загрязнения, придают свежесть, мягкость белью, сохраняют цвет, не оставляют следов на одежде. Это да. Подходит для всех типов стиральных машин наручной стирке. Рекомендуется температура плюс 30, плюс 60 градусов. Достировка обычная. Тут шкала, если кому интересно, есть до 14 стирок, якобы, хватает. Так, стоит 50 рублей он. Ну, нормальный гель. Такой же, как и все остальные в фикс-прайсе. Этого уровня. Так, ну, прихватила цикорий, растворимый порошкообразный, от секрета здоровья. 150 грамм, 50 рублей. Полезная натуральная продукция сдержит инулин по ГОСТу. Состав экстракт цикория, ничего лишнего. Масса нормальная, за 50 рублей нормально. Иногда пьем в охоточку. Также постоянная покупка мелодора, леча, кетчуп с натуральными кусочками перцев. Мне нравится, что там реально есть кусочки перца. Очень люблю этот кетчуп. Так, беру сразу пару патчей, так что, 350 грамм по ГОСТу. Вкусные. 25 рублей. Ну, как не взять. Поэтому сюда беру, в основном, не меньше двух. Так, что у нас еще есть из еды. Вот первый раз у нас привезли. Вот я увидела такие трубочки хрустящие со вкусом шоколада. Вот такая обычная трубочка. Нормальные трубочки, мяненькие. Также тают во рту, как любые вот бамбук-печенья. Тут 400 грамм. Стоит 55 рублей. Вот такая вот коробочка. Вот так выглядит. Очень удобно. Палочки не поломаны. Удобно доставать. Вот такие. Написано снэк. Трубочки, крутящиеся в вкусом шоколада. Вот. Делает республика Татарстан. Какое-то там поселение. Очень мелко написано. Очень трудно там что-то вообще прочитать, конечно. Ну, с чайком хорошие. Естественно, там не без химии. Я читала там состав. Ну, с чайком иногда можно попить. Ну, не часто считаю. Так, вот сюда, наверное, к продуктам отправим. Так, далее из вкусняшек еще к чайку, опять же, печенье. Значит, вот такое печенье сахарное. Было там у нас, именно вот такие коробочки стояли. Терлим. Три вида. Я выбрала вот такое с сахарной крошечкой. Оно вкусненькое. Мне достаточно даже понравилось. Я не пожалела, что взяла. Так, олидоскоп. Изготовитель фирмы Эст. Санкт-Петербург делает. Вот. Стоит уже 55 рублей. Здесь масса 0,6 килограмм. Бруто. Нет, 0,55. Полкило, грубо говоря. Вот. Хорошее печенье, поэтому мне понравилось. Но тоже не без пальмового масла. Все не без пальмового масла. Это естественно. Вот они по 55 рублей. Такие печеньюхи. Ну и теперь у нас продукты закончились. И что я хочу показать. Так это вот такие новые игрушечки нам привезли. Я решила пополнить коллекцию. Так как у нас есть кому играть в эту коллекцию. Вот такие мягкими игрушками. За 77 рублей. Которые делаются на арку для домашнего театра. Кукла Биба Бом. От Плея... От Плея Вегейм. Вот так, наверное, прочитала. Так. Ну и естественно Китай производит. Вот такие зверятки у нас появились. Это мышонок Пик. И Бонифаций Лев. Вот тут у него заворачивается немножечко. Грива. Но вот такие симпатичные игрушки. Просто невозможно мимо них пройти. Они вообще классные. Такие замечательные. Единственное, что мне тут неудобно с руки сползать в данный момент. Потому что неудобно показывать. Ну вот так вот они выглядят. Там еще у нас были хомяки новенькие. Но хомяк мне не очень понравился. Также мне он не понравился, как им были там... Забыла, как называются. Были там еще коала. Вот коалу я не покупала. Утенка не брала. И не брала хомяка. Хомяк, в принципе, тоже неплохой. Но просто у нас уже очень много игрушек. У нас так целая коллекция. Так, значит, получается вот такая коллекция. У нас уже собралась именно вот таких игрушечек. Вот такие классненыши. Здесь у нас и енотик. Все за ту же самую сумму. Все из магазина Фикс Прайс. Жирафик. Как бы показать так получше. Вот. Поросеночек. Тоже такие яркие герои. Потом вот такая обезьянка. Обязательно пингвиненок. Лягуха. И пандочка. Жалко, что нет еще буровой мишки. Мишка нам так и не попался. Вот такие классные игрушки. Наши коллекции. Обожаю театр. Обожаю с детства в него играть. Раньше мы в советские времена нашли сами игрушки. Хотя они, в принципе, продавались в магазине. Вот. А сейчас нам Фикс Прайс предоставляет такую возможность приобретать вот такие классные, хорошего качества игрушки. Кстати, вот, посмотрите повнимательнее. Шовчики все хорошие, так кто не знает. Внутри вот такая ткань с этикеточкой. Китайской. Вот. Так что, я не знаю, считаю, грех не брать своим детям вот такие игрушки. Это просто необходимо. Почувствовать ребенку себя любым из героев. Не пофантазировать. Так, далее. Что у меня еще новое появилось. Я только у нас привезли товары. И я удивляюсь, через два дня я единственную вещь нашла. Вот такого типа новые блокноты. Это вот в таком варианте. Обнимаю, целую, люблю. А он был единственный. Там у нас еще на полках оставались. Только с машинками совсем детские. Несколько штучек. Ну, мне как бы это было неинтересно. И парочку блокнотов какие-то затертые лежали там в коричневом варианте. И там какой-то типа мужчина-жищный изображены. Такие не очень красивые. Ну и все. Естественно, я увидев этот последний, решила его просто забрать. Вот такая прелесть. Обложечка мягенькая. Гнется за 99 рублей. Ценник у тут был на клее его оторвала. Такая классная вещь в виде книжечки. Любовь нужна нам. Любовь живет в нас. Мы не замечаем ее порой. И она засыпает от невнимания. Разглядите ее, услышьте ее, пробудите. И любовь улыбнется вам. Вот так внутри все желтенькое в белый горошек. Значит, вот такая титульная страничка с девочкой. Желтенькие листочки с картинками. Котики там разные. Ага, что здесь еще есть? Вот такой рисунок. С английскими надписями. Так, чтобы здесь вот такие цветочки дополняются с надписями. Ну, читать их не буду на английском. Они все. Эти картинки еще хотела бы показать. Где-то здесь были интересненькие. Все в линию. Мне кажется, переплет здесь прошит. Белочка. Там зайчик. Ой, не знаю, не смогла оторваться. Прямо, мне кажется, я бы разных вариантов взяла, если бы мне попались они. Если бы мне повезло. Так разобрать за несколько дней. Рады хоть один попался. Почему у меня не было таких книжечек, таких вот вещей, когда я была еще школьницей. Это же мечта каждой девочки. Где-то тут были картинки, но не могу сейчас найти. Не вижу их. Сзади вот так. Здесь, значит, у нас идет формат 60 на 100. Так, сколько листиков я забыла глянуть. К сожалению, я не нашла, сколько здесь листов. Вот, читаю, читаю, я не нашла. Вот так проклеенная. Проклейка идет, прошита даже здесь. Вот, как мы видим. Гнется, естественно. Ну, классно. Классно, конечно, блин. По племяшкам бы хотела такие купить еще. Ну, один как бы не подаришь. Разобидеться. О, здесь вот картинка симпатичненькая попалась. Вот такая вот. Вот, акварельная, нежная. Листы такие нежно-желтые, такие. Желтые даже зеленцой отдают мне. Классная. Вот. Классная вещичка за 99. Ну, может быть, еще привезут. Фикс Прайс любит удивлять. Возможно, привезут нам и еще такие вещички. Чему я буду рада. Также я купила. Мне, в принципе, в районе не надо было. Ну, купила вот такой вот блокнотик с пастиковой крышечкой. Ну, не удержалась. В том смысле, что он очень удобен. Очень удобен. Такие красивые шармы. Удобен для записей. Очень удобно. Линии. С этой стороны простые листики. Замечательный такой записной блокнот, где можно спокойно вырвать лист. Не жалеть. Здесь 89 листов. О, кстати, здесь тоже пластик сзади идет. Надо, чтобы не залапывался. Здесь белый картон. Далее еще картон жесткий. То есть задняя часть получается... А, нет, это прозрачность с первой стороны. Здесь жесткий картон. Обложка жесткий картон. И дальше пошли уже листочки. Здесь 80 листов. Формат, наверное, где-то... Чуть меньше А5. Ну, хорошие за 55 рублей. Хорошая вещь. Удобная. Пиши. Велисты. Не хочу. Так. Далее. Что еще я купила? Это вот такие пакетики. Для мусора. Значит, 50 на 60 сантиметров. Это 30 штук. Биоразлагаемые. Разлагаются в течение 3 лет. Особо прочные. С ароматом ванили. Как видите. Очень приятненько пахнут. Ванилькой. Купила мусорное ведро. У меня 8-литровое мусорное ведро. Все прекрасно вмещается. Все прекрасно. Как раз объем совпадает. 30 литров. Я такие покупающие фикс просят 25 рублей. Тоже они мне прекрасно подходят. Ну, и решила эти попробовать. Пахучие. Выглядят они вот так. Я так подтянула. И правда прочненькие. Такие хорошие. Пахнут. Пахнут. Прямо. Вот я машу вот так пакетиком. Прямо такой аромат идет приятный. Так что теперь наши ведра будут мусорные. Благоухать ванилью. Там еще была клубника. Еще какой-то вариант. Но я уже не смотрела какой. Выбрала ваниль. Очень люблю аромат ванили. Так. Что я еще купила? Опять же возвращаемся немножечко к еде. Опять мой любимый чак-чак. Такая прелесть. За 8 с копейками. Тут 50 грамм. Сладенькие. Сладенькое такое тесто. Кстати очень сытное. Ну и калорийное тоже. Медовые, мучные, восточные сладости. Изготовитель пищевой кабинет Азовский. Вот. Так что 50 грамм. Очень вкусный перекус. На завтрак. Перец сном с чайком. Я их купила очень много. Показываю конечно не все. Вот такая вот вкусняха. Ну и все. Время заканчивается. Так что давайте встречаемся с вами во второй части. Если вам интересно. Оставайтесь со мной. Субтитры сделал DimaTorzok.